Дорогие друзья, здравствуйте! За операторским пультом Владимир Гольштейн и мы начинаем радиоблог с Игорем Цесарским. Добрый день, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, у нас сегодня собеседник есть, я знаю, кто же он. У нас как всегда собеседник есть, тем более сегодня не просто собеседник, а мой соведущий ТВ-клуба Континент, в который мы рекомендуем вам почаще заходить, потому что там бывают самые разные гости. Конечно, основные тяготы ведения ведем мы с Мишей, а вот попутно еще к нам на, так сказать, огонек скайповский приходят очень такие любопытные, скажем так, политологи, журналисты, кинорежиссеры, ну и так далее, так далее. Вот, а теперь мне остается только, сказав еще раз, что ТВ-клуб Континент вы можете найти на ютубе. Сегодня представить гостя, кто не видел мой анонс, значит, знакомьтесь еще раз. Михаил Герштейн, Нью-Джерси. Миша, добрый день. Добрый день. Наконец, лето наступило у нас тут. У вас лето у нас не пахнет никаким летом, я не хочу даже по теме погоды, потому что я могу длинную тираду сделать на полчаса, и весь эфир уйдет на то, как восхитительные в Чикаго холодные вечера. Оказывается, Джо Байден сказал, что по идее этого изменения климата, это он все благодаря ему началось. Вот. А, ну, да, я понимаю. Говоря уже, переходя постепенно к нашей теме. Да, интересно, что там Гор сказал на этот же счет. Ну, Гор сейчас не видно, не слышно, поэтому... Ну, в принципе, я думаю, он будет только рад разделить ложа, то самое почетное, да? Ну, на самом деле, с чего я хотел начать, ты уже сказал фамилию Байден, естественно, у наших продвинутых радиослушателей, которые очень следят за политикой. Тут же образ вице-президента возник, любителя. Потрогать все, что можно и нельзя, и кого нельзя. Вот. Но в данном случае я даже не сколько только о Байдене хотел бы, а вообще там такой ряд интересный образовался. Помнишь, в шестнадцатом году мы наблюдали картину неким образом у республиканцев? Да. Там все-таки из интересных людей было... Ну, кто там был? Пет Круз? Нет, ну там нет. Там был Джеб Буш, там был... Совершенно несопоставимо, я согласен, потому что, в принципе, за некоторым исключением, это были вполне состоявшиеся политики, которые каждый со своим видением определенным и так далее. Ну, побил их всех не политик, но, тем не менее, в итоге Америка только выиграла от того, что он это сделал. Вот, нынешний президент. Но у демократов это как в одном нехорошем анекдоте про то, что там до мышей чего-то там дойдет. То есть, мало-мало-меньше. Получается от, казалось бы, тяжеловесов, но которые, в общем, и по возрасту, и по иным своим каким-то... Это не абсолютного значения, да, я понимаю. Да, и доходит до тех, которые, ну, кроме какой-то вообще, я не знаю, у кого-то добрые, у кого-то недобрые улыбки не вызывают. Что ты на этот счет можешь сказать? Ну, там сейчас интересная ситуация, потому что, несмотря на преклонные возрасты и размягчения мозгов, все-таки Байден и Сандерс пока лидируют. Вот. Но один, как бы, пытается... Один пытается себя строить ультралевого, совсем ультралевого. А второй, ну, это Сандерс, естественно, а Байден пытается из себя строить такого центриста. Ну, ничего другого у них не получается, потому что Байден пытается все-таки, как бы, получить голоса радикальной части демократической партии. Поэтому все время путается, сбивается, противоречится об себе. Ну, не сам себе, скажем так, а своим прошлым высказыванием, которое, там, 10, 15, 20 лет назад говорил. А Сандерса, как бы, ну, Сандерса нельзя серьезно воспринимать. К сожалению, его слишком многие воспринимают, но, как бы, ну, социализм мы-то уже все строили, поэтому и построили успешно. Не, ну, послушай, мы строили, построили, извини, мы приехали из той страны, которая дала нам, по крайней мере, строгое неприятие в большей части. Ну, я об этом и говорю, что мы его уже построили, мы уже знаем такое. Ну, и вы строили и такое, и сякое, и развитое, и какое угодно. Ну, вот, ну, хватит. А вот тут многие, кто раскрыв варежку, слушает того же Сандерса, да? Для них звучит-то красиво, он даст все, как говорится, все бесплатно. Обещание бесплатных денег всегда звучит красиво. Вот, поэтому и бесконтрольно. Его, кстати, помощник один, он договорился до того, у него очень талантливые помощники, и один там помощник договорился до того, что, как бы, что, что вы там переживаете, в Америке же доллары никогда не кончатся, поэтому, то есть, ну, забыл немножко, ну, в Димбабе. Доллары не кончатся, он, он, я понимаю его логику, станок где находится, станок. Ну, слава богу, вот это еще в Китай не передано было, производство долларов, да? Вот, кстати, меня очень возмущало, что наши вот даже вот такие, ну, вот, для флажки, вот, сувенирные, и даже большие флаги шили в Китае. Это, то есть, понимаешь, да, интересно как. Но, но вот деньги, деньги это святое, конечно, печатали здесь, и, наверное, помощник имел в виду, что напечатаем сколько надо будет. Ну, да, но только, как бы, пока доллар является резервной валютой, это не так просто, но это мы в детали не будем, вот, в экономические. А хочу поговорить о том, что вот Бета Арук, о котором там все кричали, ну, человек, сенатор, не сенатор, кандидат в сенаторы, который проиграл в Техасе Теду Крузу, но с небольшим счетом достаточно, там, 3 или 4 процента, что для Техаса, в общем, удивительно, он считался долго демократами, этим, их там, фаворитом. Ну, да, Белая Обама, да? Белая Обама. Белая Обама, типа, его поддерживает и так далее. Но он куда-то сейчас сдулся, о нем ничего не слышно, не видно и не слышно, никого его, он никому больше не интересен, потому что появился этот мэр из Индианы, Питт с непроизносимой фамилией Бутлежеж, или что-то такого типа, который сейчас, в общем, то есть он как бы тот же Бетта Арух, но еще заодно и в некое сексуальное меньшинство, поэтому как бы он еще более популярный. Да, ну, Бета тоже может успеть пол сменить, почему бы не. Ну, это надо долго, вот, это еще надо успеть, чтобы все узнали. Ах, ну, так, чего бы не. Вчера он пришел на Fox News на Таунхолл, и, естественно, ну, Fox News молодцы, Fox News считают, что надо голоса давать всем, то есть голос надо давать всем, поэтому... Нет, голоса не надо давать всем, надо эфир предоставлять, это другой вопрос. Эфир. И он пришел поговорить, и многие уже кандидаты приходили говорить, но он занимался весь там свой час, или сколько там, это час или два, я уж не знаю, сколько там шел этот эфир, тем, что поливал Fox News. Ничего более умного придумать не смог. Ну, это как бы, ну, не смог, не смог, как бы, это его личное дело. Ну, просто не очень красиво, как кто-то из комментаторов сказал, что если бы пришел какой-нибудь республиканский кандидат на MSNBC и стал бы поливать Рэчел Мэдоу или Лоренса, как его там, Дэниелс, как его там зовут, Лоренса Мэтью, Крис Мэтьюс и... Ну, и прочих, да. Да, значит, то, наверное, MSNBC бы на него обиделось. Ну, Fox News пока не очень. Я не знаю, обиделось или нет, я думаю, истерика бы началась, еще он не успел бы там АБ сказать. По истерикам они такие, мастера большие. И интересно, что Драйдж Репорт, ну, известный этот агрегатор новостной, вышел вчера с большой такой шапкой, что после этого таунхолла, этому Бутлы Жежу устроили овацию. И как это что-то сногсшибательное. Как кто-то правильно заметил, что пришли люди, которые пришли, фанаты на этот таунхолл, естественно, они после его выступления устроили ему овацию. А фанаты откуда? Из степи Индианы прибыли или откуда? Откуда? Ну, людей, которые интересны open borders и аборты. И все равно по всей стране есть. Поэтому что мы тут ничего особенного нет. Найти там 100 человек, которые будут хлопать, нетрудно. Самое главное, Миша, я думаю, к концу кампании мы, наконец, научимся произносить его фамилию. Если он не вылетит раньше. Если он не вылетит раньше, потому что всегда с фамилиями была проблема. Да, ну, даже тот же Бжезинский. То есть, попробуй произнеси. Не, ну, я имею в виду, что фамилиям привыкаешь не сразу. Это же не просто там Трамп, Рейган и так далее. Простенько и со вкусом, да? А вот тут надо же язык поломать. Ну, в общем, у президентов обычно фамилии такие, которые произвести можно. И обычно короткие. Значит, у него нет шансов, да? Да, у него шансы нет плохо. Кстати, Миша, Обама тоже просто произносил. У Рузвельтов были длинные фамилии. И у Рейсенхауэра, и у Вашингтона. У остальных все были такие коротенькие, простенькие. Поэтому... Сейчас мы с тобой выведем систему определения выигрыша. Больше пяти букв. Да, все, я понял. А кого-то и трех хватит. У нас нет никого из трех. Ну, надо... Почему? Нету, да? Нету, нету. У всех там много. Ну, мы можем кому-нибудь обрезать фамилию и предложить такой ход, что... Это маркетинговый ход, может, нам и денег заплатят за такую ситуацию. Если же же, сделай джеш. Да? Да. Вроде того. Ну, хорошо. То есть, кандидаты зажигают, понятно, встречаются с аудиторией. Ну, и дел у нас же еще обгоняется. Ну, Билл Деблазио. Деблазио, да. Дебил, да. Как раз ты об этом написал. Я, кстати, нашим слушателям очень рекомендую личный блог Михаила Герштейна, потому что там в течение недели два или три появляются материалы, которые, вот, в общем-то, естественно, они потом появляются и на континентовских страницах, как печатных, так и интернетских, но, тем не менее, как бы, своим же текстом «Право первой ночи» идет туда, поэтому в этот блог заходите, как говорится, не лайкайте, читайте, высказывайтесь, будем только рады. Вот. Так вот, о Дебиле ты написал как раз вчера, да? Да. Человек, который ненавидит даже Нью-Йорк. Даже Нью-Йорк? Ну, вот интересная вот от любви до ненависти. Получается интересная штука. Вот ненавидит, да, но выбирают. Да. Чем? Чем обусловлено? Как кто-то когда-то сказал, что incumbent usually wins. То есть человек, который идет на второй срок, обычно выигрывает. К тому же, я не уверен, что у него со стороны демократов были какие-то конкуренты. У меня такое впечатление, что он шел без праймерис, а республиканец, который ему противопоставлял, был там какой-то совсем слабый. Поэтому шансов, конечно, не было никаких. То есть народ, ну, этот дебилушка должен был, конечно, дойти до такого уже, чтобы проголосовали за никого неизвестного республиканца, что он... Ну, это да, это сомнительно. Но самое интересное другое, что, похоже, и ты об этом писал, что там, правда, не раскрывал подробно эту историю. Ну, опять же, те, кто следит за его славной биографией, немножко знают о вот его знаменитой системе образования, куда было вбухано совсем немало денег. И причем они почему-то оказались у его прекрасной супруги. Ну, и исчезли. Да, миллиард куда-то там растворился. Да, куда-то растворился в пространстве, как часто бывает. И похоже на то, что он может плохо кончить. То есть как раз, может быть, к тому времени, когда наш губернатор уже будет на свободе, чикагский, я имею в виду, линойский, да? Да, может быть, настанет время Деблазио примерить Робу. Они в разных штатах, поэтому он как бы не занимает его место. Не, но я имею в виду, это вот не с точки зрения в его же камеру, а с точки зрения вообще свято места, вот такого общего порядка. Да. Потому что очень заслуженные персонажи в этом плане. Тут еще образовался как предатель среди республиканцев, пока демократия... А что за клоун? Я, кстати, даже... Джастин Амаш, это оказался... Венчиган, оказывается, это вторая Палестина, потому что это Джастин Амаш, это тоже бывший палестинец. В смысле, не бывший палестинец, а палестинец по происхождению. Вот. И он раньше был чуть ли не один из основателей, как выяснилось, Freedom Cocos. То есть вот этого консервативного крыла, грубо говоря, Tea Party, то что... А как его занесло туда? Куда? Какими... Вот в такую... Он был нормальный, нормально. Он был республиканец, вполне консервативный. И вдруг с ним что-то произошло. Возможно, куда-то... Под влиянием, может, этой вот, как ее, ЛАИБ, да? Это я не знаю, там, под влиянием или не под влиянием, но, возможно, под влиянием каких-то денег у него, у него совершился какой-то заскок разума. Да, ищите либо женщину, либо деньги. Ну, хорошо, женщина не прошла, значит, деньги, да? Ну, ты и Рашиду помогла тоже. Да, ну, наверное. Потому что интересная вещь, что всегда какие-нибудь находятся... Хотя, ты знаешь, если честно, у меня, в общем-то, такое безудержное голосование только в одно... Ну, условно говоря, исходя исключительно партийного принципа, тоже иногда нет, не выглядит хорошо. Плохого нету в том, что у людей свое мнение. Плохо. Но есть другое, когда республиканец, и, как ты говоришь, я не знаю его этой биографии, поэтому охотно тебе верю, что он еще и такого сугубо консервативного плана, который вдруг ведет разговор о том, что импичмент нужен там Трампу и так далее, это как-то выглядит... То есть он может критиковать какие-то его действия вполне, ну, как и однопартийцев, а почему нет? Но вот выступать за импичмент президента, это выглядит... Ну, представь, вот в каком дурном сне ты увидишь, демократа ты мог увидеть за 8 обамовских лет, который бы сказал, что Обаму надо на плаху там, ну, то бишь, импичмент сделать. Было такое? К сожалению, нет. К сожалению. Это же было смерти подобно, это же значит, человек мог оказаться без... Этот Джастин написал, что он прочитал внимательно весь этот мюлеровский отчет и понял, что, в общем, Трамп там нарушил все, что можно, и импичмент, это другого он пути не видел. А он, наверное, другой какой-нибудь отчет читал, потому что не может быть, чтобы, ну, с тем же рвением... Ладно, не сами конгрессмены, либо сенаторы, либо кто еще читали, ну, хотя бы их помощники знакомились с текстом, да? Вот что-то они не смогли, ничего там... Читали, 12 часов читали вслух. В четверг они весь день читали вслух отчет нулера, так что они все прочитали. Ну, ты знаешь, как они читают. Ты бывал, видел, да, когда там кто-то стоит на трибуне, артикулируя что-то, рассказывает, а там в зале никого нет, а слушатели в основном там на галерках, которые пришли... Я знаю, что это у них заняло... На Капитолии и там погулять как туристы, да? Знаешь, эти варианты. Так он написал, но его, конечно, от него тут же не оставили камня на камню, потому что оказалось, что он, во-первых, когда-то там хотел баллотироваться сам в президенты, и поэтому пытается... Он сейчас то ли пытается себе набить, сделать, получить известность и попытаться пройти как индепендент, то ли он пытается свои интересы как-то защитить, потому что оказалось, что у него с его братом какой-то совместный семейный бизнес, в основном это импорт из Китая, из-за войны трамповских тарифов, он поставил. То ли просто как бы он не очень... Даже Мит Ромни, который, по идее, спит и видит, как он сам будет выставляться опять в президенты, и что Трамп проиграет ему праймери в будущем году, вот, он и то сказал, что народ к импичменту не готов, и, в общем, он читал этот отчет, и того, что там нашел этот Джастина Машу, он там не нашел. Ну, слушай, в конечном счете у Ромни иногда тоже такой реализм преобладает над желанием чего-то сделать нехорошее его нелюбимому Трампу, но... Ну, это было, в общем, удивительно, даже почти приятно, даже некое чувство глубокого удовлетворения. Ну, послушай, в любом случае можно сказать, что адекватность всегда вызывает такое нормальное чувство, потому что есть вещи, которые, когда человек их озвучивает, они настолько дико звучат и неадекватно, значит, видно, что за этим стоит, ну, другая картинка, иного какого-то мира, нереального, правильно? Вот, ну, хорошо. Мы как-то не всех, вот, сколько там, 20 с копейками уже кандидатов? 23 или уже 24? 23, 24. И этот список, для меня он еще не полный. Ну, там... Там нету, там нету. Той, без которой, ну, как-то это выглядит все. Ну, она думает еще, думает она, думает. Все-таки ты тоже считаешь, что она думает. Я вот до последнего, вот, знаешь, пока вот нет, как говорится, не побегут гончие вот по кругу, да, как бывает на собачьих бегах, да? Вот пока не побегут... Праймерис, еще все далеко, далеко. Да, то есть я воздержусь от того, чтобы говорить, что мадам занялась внуками там, ну и прочее. Ее, наверное, просто не пускают пока что в Тарантауэр, чтобы она по этой лестнице пройдет. Деблазио пустили, вот, приехал все по лестнице. Вот, счастья ему этого не принесло. Нет, ну, Деблазио хочет. По эскалатору, вот. Деблазио... А, наверное, не пускают пока. Кстати говоря, интересную штуку. Ты читал, что инициатива некоторых республиканских законодателей была в Чикаго, чтобы выделить город. А, да, чтобы Чикаго стал первым штатом. И это, кстати, очень интересно, потому что вроде бы для многих это тоже может прозвучать как некий юмор, но с другой стороны, ведь если брать штат Иллинойс и Чикаго, это вот, ну, как во многих на самом деле такого рода мегаполисах, где преобладают известно кто, и сами штаты, где, в общем-то, нормальное работающее население, которое абсолютно с повесткой дня не солидарно основного города, да? Ну, тем более, города почти банкрот. Вот. Ну, почти. Ты понимаешь, Детройт легко стал таковым, Чикаго еще как-то пытаются, но дело в том, что несмотря на усилия Трампа налоговые, в Чикаго все равно там приход в губернаторы Притцкера там, ну, и вся команда, которая уже десятилетиями там, если уже не столетиями правит, то вот очередная их находка в виде дополнительного налога на бензин, которая обрадовала всех, естественно, без исключения чикагцев, там будет добавляться 40 центов. Ну, то есть, понимаешь, вот тут и задумаешься, может быть, Чикаго вообще куда-то отцепить, к чертове матери, как какой-то вагон, да? Вот пусть он сам по себе едет. Налог на бензин, в Филадельфии же была похожая история, когда ввели налог на дополнительный, на вот эти вот, на Кока-Колу, вот на все это все. В итоге продажи этой Кока-Колы и всего остального резко увеличились в ближайших пригородах, а бедное население, которое до пригородов доехать не может, вынуждено теперь платить больше, а все остальные платят меньше. Это так, но дело в том, что, видишь, с бензином хуже, в соседнюю Индиану не поедешь заправляться. А это налог на Вене, это не столько на Чикаго? А? Это по всему или иной, что налог? Это вот, 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 подскажут нам, наверное. Я не помню, по-моему, по-моему, это чикагское изобретение. Но я могу ошибаться, не помню сейчас, не скажу. Понятно. Ну, хорошо, значит, будем считать, что галопом по Европам мы прошли, по Америкам точнее, о некоторых кандидатах упомянули. Ну, а если кого-то забыли, то... А? Австралия еще осталась. Австралия осталась, но это на вторую часть нашей программы, а пока мы берем небольшую паузу, послушаем полезное объявление и вернемся через несколько минут. До встречи после музыки. Дорогие друзья, ну что ж, мы продолжаем радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь, прошу. Да, добрый день еще раз. И напомню, что сегодня со мной участвует в нашем разговоре Михаил Герштейн, блогер и мой соведущий по ТВ-клубу «Континент», который можно услышать на Ютубе. Все наши ролики пронумерованы от первого и до последнего. Ну, может быть. Да, прекрасно. А? Последний еще не создан. Последний, ну, ладно. Последний не создан, но скоро будет. Вот. Последний. Да, действительно. Только сегодня эта запись пошла тоже в ход. Хорошо. Мы с тобой остановились на том, что с демократами как-то, насколько смогли, настолько разобрались. Там много разбиваться можно. Не, ну, там, да, если мы пойдем по всем кандидатам и каждому уделим хотя бы несколько минут, то не хватит никакой передачи. Ну, все понятно. У кого больше одного или двух процентов по вопросам, их там человек пять или десять. Ну, вот вообще удручает, что опять старые белые мужчины в лидерах вот этих даже рейтинговых. И Заберна Горин, она не совсем мужчина. Она, конечно, не молодая. Ну, все равно. Она же недоиндианка, поэтому тоже плохо. Ну, есть же у нас это, Тулши Габбард. То есть там самая, на самом деле, достойная из них это из Гавайев опять, значит, это Тулши Габбард. Но ее СМИ не любят, потому что она исключительно антивоенная, против военного вмешательства. Поэтому у нее шансов очень мало. Ну, не знаю. Насчет Гавайев как-то мы уже Гавайи проходили. Не хватит нам Гавайев. Правда, то были псевдо Гавайи, но бог с ним. Ладно. Не будем углубляться, потому что эта тема давняя, и она, к сожалению, так и остается на уровне не судебных каких-то всяких разбирательств, а якобы конспирологии. Обрати на нее внимание, на Тулши Габбард, потому что это единственная достойная, в принципе, по крайней мере, во внешней политике кандидата. Вот так. Ну, хорошо. Охотно верится. Она требует освобождения Ассанжа. Она требует выведения всех войск из всех горячих точек. То есть она говорит очень правильные слова в этом плане. Ну, насчет Ассанжа я не знаю, насколько это правильно. Ну, это... Как быть, он уже 7 или 8 лет отсидел, фактически, поэтому... А кто его, пардон, сподобил сидеть в посольстве? Ну, вопрос. Ассанж личность неоднозначная, с одной стороны. Нет, он не неоднозначный. Он исключительно минусовая, сказал бы я. Это, как мы уже обсуждали, зависит от того, получал ли он документы честным путем или нечестным. Нет, я понимаю, можно сказать, по какую сторону... Как персонаж, симпатичен ли он мне, допустим, или нет? Нет, но как, нарушает ли то, что он сидит в тюрьме без суда и следствия, то, что вы пытались там осудить за какое-то там, неизвестно за что? Не за какое-то, он мог вполне себе поехать, и на процессе также бы участвовали бы адвокаты. То есть никто ему не мешал, не надо. Это все... Это был его выбор, причем, наверное, не самый умный. Ну, это дело такое. Хорошо. Я ратовать в данном случае, понимаешь, есть коллеги-журналисты, которых действительно укатывают ни за что, ни про что. Так за них заступиться всегда имеет смысл там. Или за режиссера Сенцова, которому дали 20 лет тоже, как ты знаешь. Ну, зато вот, например, Вудиал, он мой любимый. Ну? Он же сейчас пострадал, потому что из-за движения этого «Ми-Ту». Потому что опять этот Ронан Ферро, это его сын от «Ми-Ферро», он опять вспомнил эту старую историю, которую, кстати, Вудиал он давно-давно уже оправдали, что он там вроде как приставал к его семилетней дочке. Ну? Вот. И в итоге Амазон не выпустил его по картину. Ну, понятно. И теперь неизвестно, когда она вообще выйдет. И она выйдет везде в Европе, везде, а в Америке выпускать ее не собираются. И сейчас Вудиал он... И Амазон горд решением, что они разорвали с ним контракт. А шли они к черту, идиоты. Так, у нас есть звонки, попробуем их принять. Добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Можно говорить, да? Можно. Пожалуйста. Значит, во-первых, я хочу поблагодарить Михаила. С удовольствием читаю всегда его. Тем более на фоне таких пессимистических, довольно, так скажем, пессимистичного взгляда на будущее, потому как известно вообще нам уже тысячи и тысячи лет, кто вообще побеждает всегда. Самые злобные, скажем так, наглые, отважные люди, а не те, кто лежит под пальмами, им там в рот бананы падают. Вот. И поэтому на этом фоне, Мишина, значит, публикации отрадно читать. Теперь у меня несколько вопросов. Значит, что вы думаете по поводу приема, возможного приема России в G20? Это первое. Второе. Знаете ли вы хоть что-нибудь, что происходит с образованием? Сумела ли вот эта женщина чего-то вообще добиться? Хоть чего-то? Вот. Ну, спасибо большое. Спасибо вам. Если ты до конца понял. Вообще, по-моему, G20 никто не... Она, да, она там была, имеется в виду Совет Европы, но... Ну, вообще, страна большая, она должна быть и G7, и G8, она тоже должна быть, потому что разговоры там... Я, конечно, кочувствую, наверное, и вещь скажу, но Крым уже пять лет часть, как бы часть России, поэтому уже там из-за этого ломать копии и запрещать уже бессмысленно. Но можно... Он может быть, как и Прибалтика. Была в свое время десятилетиями. И это не меняет дело. Ну, на тебе... О Крыме. Да. Так, между прочим. А если говорить о том, что Совет Европы, ну, наверное, это, в свою очередь, неким образом обесценивает те санкции, которые вводятся, и поэтому выглядит как диссонанс, я так думаю. Ну, правильно. Сколько можно вводить санкций, правильно? Ну, либо эти санкции должны влиять реально на какие-то вещи, чтобы не возникало тогда вопросов, а какого черта опять прогибаются и, в общем-то, закрывают глаза на какие-то явные... Санкции работают, что вводят санкции, и всегда находится какого-нибудь Гонконга или какой-нибудь Таиланд или Сингапур, который эти деньги переводит и отмывает. Ну, не важно. Ну, ладно, мы примем еще звонок, но про образование я не очень понял, о какой женщине делать. Ну, АДПОС. Она администрая образования. А, они, окей. Ну, она что-то пытается сделать, но как эту махину раскачать и как-то... О, это, наверное, отдельный вопрос, честно говоря. Ну, попытки ее, да, имеют место быть. Крайне мере, уже... Не самые плохие. Это не попытки деблазио, окей. У нас есть звонки, Володя? У нас уже сейчас нет звонков, дорогие радиослушатели. Продолжайте звонить, мы постараемся принять. Вот уже продолжают, принимаем. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, спасибо за ваш ироничный триггер. Я его регулярно читаю. Очень информативно и иронично. Спасибо. А вопрос у меня в другом немножко плоскости, в экономической. Вот скажите, вот все-таки вот эта тарифная война с Китаем, все ли там оцениваем, потому что, зная психологию китайцев, они весьма хитрые, тянут резину, а время идет, до следующего выбора осталось немало, так сказать, правильно ли там все продумано с пошлинными тарифами, с требованием. Ну, вы прекрасно знаете, что никогда все продумать нельзя, потому что это, во-первых. А во-вторых, какие бы они хитрые ни были, у нас большой торговый дисбаланс. То есть, Америка продает Китаю товаров на 100 миллиардов, покупает на 600, или там на 500, там порядка 400 миллиардов в минус. Поэтому, если она будет покупать меньше у Китая, будет покупать у кого-то еще, то по Китаю это ударит очень сильно. Идея в основном такая, поскольку экономика Китая очень зависит от Америки. Экономика Америки, как правильно было замечено, от Китая зависит не так сильно, потому что 20 триллионов GDP, для него 500 миллиардов, это, в общем, очень небольшой, сколько там, 4 процента, да? Нет, не 4 процента. Да, но рядовой избиратель, он же как, он реагирует на свой кошелек, понимаете? Да, но просто Китаю деваться некуда, получается. Ситуация с Китаем получается такая интересная, что они для того, чтобы их не стали покупать эти товары где-то еще, понижают цены, чтобы скомпенсировать тарифы. Обычная ситуация с тарифами, это вы правильно говорите, потому что это идет на кошельке потребителей, отражается. Но в случае с Китаем это отражается на кошельке продавцов. Поэтому в этом плане ситуация, на самом деле, я думаю, просчитана достаточно точно. Достаточно правильно. Посмотрим, потому что времени досталось не так много до весны. До следующей весны. До следующей весны. Ну правильно, и за этот год, пока там все раскачается... Да, я вот именно об этом. Нет, а просто еще до следующей весны, или там до следующего лета, времени не так много, поэтому как бы там тарифы плохо бы не влияли, они за год так сильно плохо повлиять не смогут, не успеют. Ну вот это самое главное. Ну, в любом случае, я вам скажу следующее. То, что Трамп начал, это очень важный момент. Просто Трамп это начал делать, то же самое надо было делать 15-15 лет назад, когда Клинтон обещал, когда еще Буш обещал и не делали. Да, да, еще с Клинтона смешная, да. Поэтому, как бы, Клинтон, наоборот, им там все секреты отдал и разрешил там пользоваться всеми ноу-хау и всей интеллектуальной собственностью. Поэтому мы ему должны большое спасибо за это сказать. Хорошо, спасибо. Давайте китайские темы уже закончим. У нас есть еще звонки. Дело в том, что... Спасибо. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно поспорить с вашим гостем? Конечно. Почему нет? Вот у меня такой вопрос. Если бы, допустим, в начале Второй мировой войны Гитлер захватил Австрию, на него наложили санкции, и потом через 5 лет решили их так, это его принятие обратно в Советы Европы, ну, сколько уже можно накладывать санкции? Вот это примерно из той же области, что Путин захватил Крым, ну, уже 5 лет, ну, можно уже и простить. Понимаете, что если его не остановить, то он не остановится. Нет. Ну, речь не идет о том, что простить, речь идет о том, что, как бы, а что делать? Ну, воевать... А что делать? Продолжать то же самое, что делали. Санкции действуют. Неспроста он трепихается и пытается подкупить кого только может, чтобы прорвать эту блокаду. Ну, он... Там блокады особенно нету. Санкции точечные, санкции на его там... Ну, ничего, они накладываются потихоньку все больше и больше, как говорят, это эффект этой самой лягушки в молоте. Ну, это да, это возможно, но просто санкции вы сколько ни накладываете, Крым... Как бы с Крымом ситуацию надо решать по-другому, не санкциями, потому что санкции помогают, частично помогают России поднимать собственную экономику, изыскивать собственные резервы, то, что они не делали. Ну, это очень сомнительно. Россияне считают, что как раз не помогают, потому что, как говорится, хамон они российские не изобрели. Ну, хамон они до этого и не ели никогда, поэтому... Нет, давайте. Это еда, конечно, не главное. Главное, конечно, когда санкции на какие-то высокотехнологические вещи, да, то есть, они серьезно влияют. Но вопрос другой. Тут возникает два таких момента важных. Или изолировать просто их, либо они все-таки участвуют в процессе, но участвуют, получают, в общем-то, все то, что должны получить. А иначе говоря, это не должно менять общего мнения о том, что политика их нынешняя агрессивная, политика она захватническая и так далее. То есть, это... Если вернемся к началу вопроса, вопрос был такой, что если бы Гитлер захватил Австрию, а потом через пять лет сказали, типа, ну, черт с ним, ну, грубо говоря, немножко перефразирую, то это было бы одно. Но Гитлер после того, как захватил Австрию, захватил все остальное. Я понял, к чему ты сейчас врехал. Ему разрешили, поэтому он и захватил. Если бы его остановили, тогда так он бы остановился. Вот в этом же надо, из этого уроки надо извлекать. Да, извлекать уроки, но только если мы вернемся к Германии, на Германии были наложены санкции после Первой мировой войны, и это никак их не остановило. Она... Ну, потому что был Сталин, который это все поломал, и слал туда эшелоны. Это же, ну, понятно, по-моему, любому, что Сталин вырастил Гитлера. Да. Ну, ладно. Спасибо за звоночек. Это тоже тема у нас. Заня на сколько времени. До свидания. Спасибо. У нас еще есть звонок. Еще есть. Хорошая дискуссия получается, но времени мало. Слушаем вас в эфире. Еще у нас звонок. Добрый день. Добрый день. Я хотел напомнить господам о том, что когда против Ирана привели санкции, Иран поставили на колени, и если бы не подарок Обану, то эти санкции замечательно работают. Там, когда это санкции реэффективны, мы знаем, как это делать. С Россией, ну, по понятной причине, потому что это все-таки ядерная держава, поэтому с ней эти санкции практически, это как укус комара до тех пор, пока вы вспомните, когда обвалили нефть до 27 долларов за баррель, то эти санкции замечательно работали. И когда доллар стал стоить, вернее, доллар стал стоить чуть ли не 80 рублей, это тоже работало замечательно. Просто, ну, придушили чуть-чуть, вот как собака-зайца, и оставили в живых. Вот и все. Правильно, это совершенно правильно. И то, что вы говорите, это, в общем, это не санкции работали, а обычные экономические рычаги были. То есть обычные рыночные отношения, что нефть упала в сумме, а в России не на чем зарабатывать деньги. Я, кстати, не соглашусь со слушателем относительно того, что Иран был на коленях. Конечно, Обама сделал гнусную штуку, подписав соглашение и перекинув туда денег. Но для того, чтобы их на колени поставить, будь они на коленях, их бы не было ни в Сирии, ни в Ираке, нигде. У нас еще звонки. Но все-таки Иран, это не Россия. Ну, это да, это не сопоставить. У нас еще звонки на всех линиях. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчет того, что эти все санкции, насчет ойл, цены на ойл. Цена на нефть выгодна сейчас большая, больше для Америки даже, чем для России. Потому что тогда они могут добывать эту сланцевую нефть. Потому что если она, если нефть дешевле, чем 60 долларов, эту сланцевую нефть... Уже не актуально, уже поменьше стало. Уже 50. Да. Нет, это вы совершенно правильно говорите, потому что, ну, это опять-таки рыночные отношения, потому что, как мы помним, когда Америка стала добывать активно эту сланцевую нефть, цена на нефть вдруг резко упала, потому что сполошился Ближний Восток, Саудовская Аравия, Иран, тот же Ирак. Все стали гнать гораздо больше нефти, чтобы не дать Америке развивать сланцевую. Но поскольку все-таки нефть, это достаточно серьезный, как этот комодий, как это называется, товар, то цена все-таки определяется рынком, и она все равно попала вверх, потому что спрос вырос, благодаря тому, что экономика растет. Несомненно. Так, у нас звонки еще есть? Да, у нас еще звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, у меня вопрос к Михаилу, если можно. А если Михаил помнит, пусть он, пожалуйста, скажет, когда Иран попал в Сирию. Это было до того, как Обама ему выдал деньги, или после? Пожалуйста. Я не помню. Я совершенно не помню. Где-то было в 2011-2012 году. Это было до того, как он деньги выдал, но после того, как Обама пришел к масти. То есть это было где-то в середине Обама. Это когда Айсис был. Это же тогда все было, когда начинался 2011-2012 год. Собственно говоря, он им сильно подсобил, но дело в том, что они основная движущая сила, все террористические организации держатся на те же деньги. Фактически на наши, которые перечислены были, но практически это идет через Иран, и вооружение, и живая сила, и так далее. При том, что, конечно, в ужасающем виде экономика находится. Это понятно. Вот. А народные выступления, которые Обама тоже не поддержал, по понятным причинам. Он мог только поддержать братьев-мусульман, которые в Египте вышли, а вот в Иране это не его была, как говорится. Нет, не то, чтобы даже идея, это не близко ему по духу. Развалить Ливию, это пожалуйста. Это пожалуйста. Когда Каддафи, в принципе, был готов на все, на все уступки, на все эти... Ну, международные не будем. Ну да, 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 несомненно. У нас буквально еще на один звоночек осталось время. Пожалуйста, слушаем вас. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил и Игорь, вы спросили друг у друга, почему Дебил Лазио легко победил во второй раз на пост мэра Нью-Йорка. Дело в том, что у нас в Нью-Йорке уже давно нет республиканцев, которые могли бы что-либо предпринять. И вообще легко демократы побеждают во всех этих избирательных местах. Например, Деб Лазио набрал 68%. Комсомолкая карта получилась 70%. Кристин Джиберленов, сенатор наша, получилась 70%. Уже нет республиканцев у нас в городе. И скоро и в штате не останется ни одного республиканца, который может и смог бы конкурировать с демократами. Мы потеряли этот штат, и штат превратился в коммунистическую область. Остается надежда только на перепись населения, благодаря которой количество конгрессменов умеется. Учитывая, что этот город еще сейчас, как говорится, welcome всем нелегалам и так далее, то, пожалуйста, замечательная история получается. Город-убежище, город, откуда бегут те вот самые представители среднего бизнеса. То есть остаются эдакие олигархаты, маргиналы, вот и все. Последний нормальный мэр был Руди Джулианин. Джулианин был последним нормальным мэром. Еще один маленький вопрос. Почему, допустим, Ирану включили в пакет санкций нефть, а почему в России позволяют до сих пор отдавать нефть? Почему? Ведь они же могут этим заявить Россию раз и навсегда. Ну, это уже последний вопрос, потому что у нас времени. Ты можешь ответить? Да, потому что у России есть ракеты, а у Ирана вроде как нет. У Ирана пока только в проекте эти ракеты. К счастью, конечно, что в проекте. А Россия, она еще имеет возможность попугать и имеет возможность на кого-то нажать, а кого-то и подкупить откровенно, потому что мы знаем, сколько европейских видных лидеров вполне себе приличные зарплаты получают и лоббируют ее интересы. Все понятно. Деньги, как говорится, не спят, работают. Да, и иранская нефть все равно дорогу на рынок найдет. Да, это будут какие-то перепродажи, третьи страны и так далее. Ну, хорошо. На самом деле мы уже выходим, как говорится, за рамки нашего часа. Спасибо, Миша, что поучаствовал. Еще раз предлагаем заглянуть к нам на ТВ-клуб «Континент» и послушать те ролики, которые там записали. Высказывайте, звоните, задавайте вопросы. Будем только рады. Спасибо, кто слушал. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.